Резкие перепады температур. Утром дождь, вечером снег. Примерно так можно описать крымскую зиму. Именно в это время года иммунитет человека особенно уязвим. Мороз и солнце. День чудесный. Солнце, конечно, не видать, однако это не мешает выйти нам на улицу и весело провести время. Можно поиграть в снежки, слепить снеговика или покататься на санках. Порой мы так увлекаемся, что забываем о том, что заболеть зимой совсем легко, даже если нам бывает жарко. Берегись! Бесконечная гонка со временем, плотный график и высокая занятость. Современному человеку болеть некогда, но все же от простуды никто не застрахован. И если одни с первым кашлем бьют в набат, то другие категорически отказываются от медицинской помощи. Вот так намного быстрее, а вообще в таком состоянии не то, что хочется в очередях в поликлинике сидеть. Тяжело даже встать с кровати. А так я уже привыкла, знаю, что нужно от боли в горле, от насморка, от температуры. Чай с малиной, некоторые противовирусные препараты, горячей водой парю ноги. Взрослый человек сам отвечает за свое здоровье и самочувствие. Но есть особые группы риска. Дети, беременные женщины, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Стараемся не заниматься самолечением. Вот сегодня тоже у нас подозрительно гайморит. Призываю всех мамочек обращаться вовремя к врачу, не терять драгоценное время и не слушать советы бабушек, подруг. Простуда всегда неприятно, но все же не так страшно. Гораздо опаснее вирусные заболевания, такие как грипп. Он протекает достаточно тяжело и вызывает серьезные осложнения. И поэтому для того, чтобы заподозрить и поставить диагноз грипп, конечно, обязательно осмотр врача. Самолечением, особенно гриппа, конечно, категорически мы запрещаем. Почему? Потому что больной не может оценить свое состояние, он только самочувствие оценивает. Чтобы обезопасить себя от инфекции, важно соблюдать несколько простых правил. Пройти вакцинацию, регулярно делать влажную уборку, тщательно мыть руки и носить защитные маски. Многие боятся защитных масок и считают, что от них больше вреда, чем пользы, так как мы якобы дышим своими же микробами. Но маски носить важно и нужно, главное правильно их использовать. Врачи рекомендуют пользоваться одноразовыми масками и менять их как минимум каждые 4 часа. При простуде таблетки стоит принимать по предписанию доктора, соблюдать постельный режим и проветривать помещение. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня.